всем привет друзья вы на канале человек на велосипеде меня зовут Иванисов Сергей сегодня я буду снимать вторую часть про велосипед Шульц Мамс Фейверит я планирую одеть на велик некоторые сумочки все это дело снарядить и предварительно подготовить его в ближайшем выходные начну видеоролик я за того что покажу вам вот такой вот багажник я купил тоже от компании тупик почему именно они да потому что у меня уже есть сумки к этому багажнику да и мне хотелось бы все-таки ими воспользоваться выглядит багажник вот таким образом я его только-только вытащил из коробочки пришел у меня уже достаточно давно сейчас я его распакую и примерно как-то так вот буду его устанавливать и Продолжение следует... Так, ну что, багажник я поставил. Единственное, что крепления не позволяют мне поставить его прям идеально ровно. Вот так выглядит багажник. Если прям присмотреться, то отклонение видно, но, честно говоря, я считаю, что это незначительно. Вообще, я когда начал интересоваться велосипедными путешествиями, я вот попал в такую колею. Байкпакинг это красиво, а вот не байкпакинг это некрасиво. Возможно, байкпакинг это более универсально, и там у него есть свои плюсы. Но, как по мне, вместо той же сумки, подсидельной, которая неудобна и нефункциональна, нефункциональна в том плане, что... А если я еду, допустим, куда-то недалеко и не хочу везти при этом какие-то мягкие вещи, там куртки, спальные мешки, то тогда получается, зачем мне подсидельная сумка, видите, там, грубо говоря, сковородку в нее не положишь. Туда нужно обязательно напихивать что-то мягкое. Вот, я попытался найти решение для подобных задач, там, во всяких других местах. И я их нашел, но оба этих решения продают в Англии, а сейчас у меня нет доступа к Англии. Но сейчас у меня остается совсем немножко времени. Думаю, что сегодня я еще успею пару сумок поставить. Ну, а завтра я уже продолжу этот видосик. В общем, я иду за сумкой. Так, ну что, сумка у меня в руках. Хочу отметить, что я все-таки попробовал выровнять багажник, у меня это получилось сделать. Честно скажу, вот такой момент истины для меня наступает, потому что, ну, сумка эта, вот она выглядит немножко как дедовская, да. Хотелось бы на нее там какие-то нашивки яркие поставить, но сделать из нее вот что-то более, так скажем, прикольное. И у меня такое вот ощущение было, что сейчас я поставлю эту сумку и буду ездить как дедок. Ну, что делать, как бы сумка реально удобная, реально классная. Тем более, она вот с этим багажником топик, как бы, коллаборирует в том плане, что здесь есть специальная пластмассовая рельса, которая, как бы, дополнительно удерживает сумку от падений, да. И здесь вот эта вот часть еще вот так вот с помощью этого клепика дополнительно застегивается, да. То есть сумка будет стоять очень надежно и, собственно, наживляю ее на рельсу и одеваю. Вот сумка стоит, отлично. Единственное, что она немножко трясется, вот, то есть на кочках может быть немножко какой-то звук, но у меня есть подозрение, что когда сумка будет хоть немножко нагружена, уже тряска меньше слышна, да. Так, ну что, я отодвигаю велосипед от себя на расстояние и оцениваю его внешний вид. Ну, внешний вид мне нравится, сразу скажу. Да, конечно, здесь есть немножко дедобайковскость, но все равно выглядит как бы вот так вот брутальненько, скажем. Ну, и сейчас я поставлю еще под равную сумку. Итак, сейчас у меня в руках сумка эпидура, максимальный размер, по-моему, там либо 2X, либо XL назывался, сейчас не помню. Вообще, конечно, сюда я бы тоже хотел заказать, как и на свой каньон, как бы, свою уникальную сумку, чтобы сделать с двумя отсеками, да. Если здесь будет сумка с двумя отсеками, то сюда хорошо прям зайдет дрон или, ну, какая-то дополнительная, в общем, фототехника. Ну, и цветовая гамма я хотел бы, чтобы соблюдалась, да. Черные сумки хочется сюда поставить. Вот, но, поскольку сейчас плохие новости, я не спешу ничего заказывать. Вот, поэтому пока что использую то, что есть. Ну, а со временем уже, если появится возможность, буду дозаказывать остальные, как бы, сумочки. Так, ну что, одеваю эту сумку. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, теперь мой велосипед выглядит вот так. Как я и думал, сумка Апидура вообще сюда не подходит. Вот, и на этом я сегодня заканчиваю. Завтра буду ставить уже на рульную сумку. Итак, я телепортировался в новый день. На самом деле, у меня уже прошло два дня, а не один. И все потому, что вчера я пытался кое-что сделать с великом. А именно, я хотел одеть вторую сумку от компании Topic. У меня их две. Для этого я сначала взял багажник передний на стропах, который крепится на вилку. Попытался его установить. Ну, и за счет того, что все-таки здесь вилочка тоненькая. Сравнительно обычных масляных вилок, для которых этот багажник создан. Вся эта система болталась. Я ее снял. Затем я снял задний багажник. Попытался одеть его вперед. Но и тут меня ожидала фиаско. В общем, я полез в интернет. Хотел найти передний багажник от компании Topic. И в итоге я понял, что подобных багажников Topic компания не делает. И вообще, я начал очень много гуглить, искать багажники передние на велосипеды. И понял, что не существует хороших коллаборационных решений в плане сумка и под нее багажник. Хотя на самом деле, я считаю, что поставить точно такую же сумку под руль было бы намного удобней, чем вешать на рульную сумку. Вообще, всю эту тему я начал мутить из-за того, что у меня здесь нестандартный руль. И если я поставлю на него свою сумку, то возможность быстрого доступа к ней исчезнет. Более того, мне удобно будет держаться за руль в некоторых позициях. И вообще, на рульные сумки, они постоянно дерутся с проводами вот этими. Это на самом деле не очень удобно. А если бы я поставил в такой багажничек, небольшой такой, да, и на него аккуратно поставил сумочку, то это было бы идеальное решение. Классный мини-багажник я нашел у одного из производителей кастомных багажников в России. Я уже с ним связался и спросил у него, сможет ли он сделать мне свой мини-багажник, популярную модель, и адаптировать его под специальный адаптер от компании Tupit, который создан для того, чтобы одеваться на другие багажники, чтобы эти багажники имели рельсы и заклепку специальную для своих сумок. Ну, а я возвращаюсь обратно к этой сумке. Это сумка от производителя SuperRюкзаки. Вот я ее как купил, начал ей пользоваться, да, у меня есть сумка лепоты, у меня есть еще парочка там на рульных сумок, но вот это вот прям идеально. Несмотря на то, что, конечно, на этом руле от Шульца она уже не будет настолько удобной, потому что я не смогу ее вот так вот легко открыть в любой момент, да, но вопрос очень легко решить, просто положить вещи первой необходимости в другие места. Эту сумку можно закрепить на руле таким образом, что она будет стоять очень крепко, она не будет трястись. Сейчас покажу, как я ее прикрепляю и уточню, в каких именно моментах она очередной раз оказала на меня положительные впечатления. В общем, как и на большинстве сумок, установил сначала основные два крепления, это и это. Здесь имеется возможность их устанавливать быстро, а можно крепко и надежно. Вот я выбрал крепкий и надежный вариант, пропустив их через дополнительные вот эти вот пазы. Также здесь в наборе с сумкой идет пенек, но он у меня длинноват этот пенек, потому что я заказывал эту сумку на велосипед, где вынос в два раза больше. Но ничего, здесь тоже буду менять вынос, и поэтому пенек потом будет нормально стоять, а не, как сейчас, слишком сильно выдавливать сумку снизу. Ну, а сам пенек как раз-таки нужен для того, чтобы сумка не шаталась во время поездки и стояла ровненько, да, не заваливаясь к рулевому стакану. Ну и та самая плюшка, которая меня порадовала на этой сумке, это то, что в наборе с этой сумкой шли такие вот три стропы. Они вообще изначально вешались вот сюда, сюда и сюда, для того, чтобы типа свет отражать. Вот, но поскольку здесь есть вот такие вот прошитые штуки, не знаю даже, как их правильно называть будет, вот, ну, в общем, в них можно засунуть эту стропу таким образом, да, причем закрепив это все, у меня остается место для того, чтобы поставить руки вот в эти области руля. Ну и вообще, по-моему, эта сумка очень гармонично смотрится на этом велосипеде. Если бы она еще, допустим, была полностью вся черная, то было бы вообще супер и огонь. Ну, собственно, вот такой вот велосипед у меня сейчас получился. И я предполагаю, что места должно хватить уже здесь для всего того, что я хочу взять на свой первый мини-пробный выезд. Сейчас я пойду принесу все вещи, которые я планирую взять, покажу, вкратце расскажу о них, ну и затем попробую все их загрузить сюда и уже по ходу дела буду решать, нужно ли добавить сумки, возможно, может быть, на рамную сумку, которая прям сильно выбивается из набора, я уберу. В общем, несу вещи и смотрим, получится ли у меня их все вместить. Так, ну что, рассмотрим часть моей экипировки, да, это дрон, это пульт, ND-фильтры к дрону. Также отдельно заряжаются батарейки сейчас к дрону, они достаточно большие. И для моей поездки маленькой, я думаю, будет достаточно одной. Ну и батарейки, собственно, к камере, на которую я сейчас снимаю. Одной тоже будет достаточно. И это по дрону еще не все, еще вот такая вот штука, которая будет держать пульт от дрона таким вот образом, потом крепление для руля и на него потом еще ставится пульт, а на пульт от дрона еще устанавливается телефон. И только тогда я могу поставить дрон в режим преследования и снять какие-либо красивые кадры. И вот только по дрону получается такое количество большой вещей, да. Поэтому все-таки объем сумок мне нужен немножко в большем количестве, чем человеку, который не занимается съемкой. Ну или еще как вариант, все это дело возить в портфеле. Так, что у меня по экипировке дальше? Это гречка, соль, чай, тушенку я добавлю в гречку, да. Вот, затем у меня здесь идет горелка. Самый маленький и легкий джет-бойл, который есть на рынке. Это посуда титановая. Вот так она открывается. Снимаем крышку. Таким образом здесь уже прикреплен баллон. А внутри у нас подставочка под баллон. Ну и сама горелка такая. Не буду ее вытаскивать сейчас. Дополнительно я с тобой беру вот такую пулю. Она же зажигалка. Вот, выглядит она подобным образом. Далее идут ND-фильтры для аппарата, на который я сейчас снимаю, да. Вот, затем ложка-вилка. Тоже титановые, очень маленькие, компактные. Вот так они выглядят без мешочка. Дальше у меня идет больничка, так сказать. И салфетки для дезинфекции рук. Тут же у меня нож. Кружка чугунная большая. Потом идет канистра с настоем из бочки. Далее здесь стоят две фляги. Тут же у меня удлинитель для штатива. Чтобы не брать с собой большой тяжелый штатив. Я беру вот такой супер легкий. Он невысокий. Примерно сантиметров пятьдесят раскрывается. Может где-то шестьдесят. И дополнительно еще шестьдесят сантиметров. Это трубочка. Так, тут у меня на полу перчатки есть. И пакетики для грязной посуды. Далее у меня идет GoPro. У меня девятка. Также вот здесь у меня идет батареечка запасная. Также обязательно я надеваю на GoPro ветрозащиту. Отпугиватель от собак. Крепление на грудь для камеры GoPro. Набор Лезермен. Такой мультитульчик. Далее у меня идет такая аптечка для велосипеда. Вставляется она в флягодержатель. Итак, здесь мини-насос. Который, кстати, для мамкиного любимчика совсем мини. Возможно, его лучше поменять на более большой. Далее вот эти вот штуки, которые помогают покрышку вытащить. Клей, лавки, смазка. Здесь еще лежит вот такой мультитульчик. С шестигранниками разной величины. И с отверткой. Далее у меня идет фонарик задний. Я его совсем недавно на Алиэкспрессе заказал. Еще даже с ним ни разу не ездил. Именно с заклепочкой. На сумке здесь есть у меня вот такая вот штука интересная. Как раз туда можно вот на эту заклепочку будет поставить фонарик. Вот так он смотреться будет. И вот я его сейчас установил. Ну и сразу про передний фонарик. Он тоже тут стоит. Ну и на финал я хочу взять стул раскладной со спинкой. И столик тоже такой раскладной. Довольно высокий он будет. Это две достаточно габаритные вещи. Но стул со спинкой просто нереально крутая вещь. Когда ты приезжаешь уставший и просто садишься в стул, на который можно облокотиться. Ну а стол я в этот раз взял чисто для теста. Посмотреть каково с ним путешествовать. Вот. Ну а вообще в будущем, да, я вот собираюсь ездить на такие походники, скажем, выходного дня. Приезжать там к озеру, куда-либо еще и готовить. То есть доставать сковородку, там может быть что-то жарить, может быть что-то варить, может быть что-то нарезать. И неплохо было бы иметь высокий столик, да, потому что низкий столик у меня есть. И в одном из путешествий был ветерок и в еду надуло так вот чуть-чуть совсем, но надуло все-таки пыли. Вот. И если стол повыше, то я думаю, что уже так сильно надувать не будет. Ну и вообще, если, да, столик находится на уровне рук, а не на уровне ног, это намного приятнее. Так, ну собственно, про всю свою экипировку я рассказал. Сейчас мне остается все это попробовать утрамбовать в вело-сумки. Собственно, чем я сейчас и займусь. Так, ну что, мои сборы практически завершены. Значит, сейчас быстренько пробегусь, расскажу, что и куда я сложил. Сразу скажу, что места еще осталось полным-полно, да, и что если бы не фототехника, то достаточно было бы только на рульной сумке. Честно говоря, я не думал, что она настолько вместительная. А, ну еще подрамная пригодилась для того, чтобы взять столик и стул, потому что там все-таки прутья длинные, и их желательно бы запихнуть во что-то длинное. Ну и, собственно, вот что у нас получается. Еще раз повторюсь, в этой сумке у меня лежит стул и частично стол. Две бутылки с водой, значит, здесь стоит. Потом ремкомплект снизу. На нарульной сумке стоит продолжение стола. Внутри сумки все-все по идее поместилось. И плюс дополнительные там и аптечки, и отпугиватели, и документы, и вообще все, кроме фототехники. Фототехника вся поместилась вот сюда. Здесь мне получается в центре дрон, пульт от дрона. Вот так вот сверху GoPro пока что лежит. Сюда я положу сейчас камеру, на которую в данный момент снимаю. Здесь у меня музыкальный инструмент и салфетки. Штатив и удлинитель штатива я положил вот сюда получается. Заднюю часть сумки, которая как бы изначально создана для бутылочек с водой. Сбоку у меня, по-моему, здесь вообще пусто, да, то есть еще целый отсек большущий, пустой. Сверху на самом деле еще можно положить одежду, потому что эту сумку можно еще на самом деле увеличить в таком положении, да, сделать ее более высокой. Здесь есть специальный боковой замок, который это делает, увеличивает, да, если его расстегнуть, то сумка дополнительно увеличится. Но сейчас я не буду застегивать, это уже во время, когда я буду одевать одежду. Возможно, закинуть сюда либо свежую маечку, либо какую-нибудь кофту уже. Сейчас я посмотрю, какая погода будет, да. То есть сюда, если что, дополнительно можно будет закинуть одежду. Здесь у меня в отсеке лежат ND-фильтры. В общем, эта штука так вот закрывается получается. Сюда тоже на самом деле можно было бы запихнуть либо одежду, либо штатив, либо что угодно. Но поскольку эта сумка у меня сейчас в роли сумки быстрого доступа, потому что здесь будет стоять фотоаппарат, и мне вот, я думаю, что достаточно часто придется по дороге доставать, ставить на штатив, там может какие-нибудь проезды снимать, вот. Поэтому пока что здесь оставляю пустым это место. Ну и второй боковой карман. Здесь получается у меня крепление нагрудное для GoPro и штативчик для GoPro тоже здесь лежит. Вот, на самом деле тоже карман полупустой. И вообще так получилось, что вообще на самом деле здесь все полупустое. И на самом деле это прикольно, потому что, когда я там решу, допустим, поехать со сковородкой и с какой-то дополнительной едой, типа там сосиски, может быть яйца, может быть там овощи, хлеб захочу взять, да, чтобы что-нибудь приготовить прикольное. Все это у меня должно будет поместиться. Размышлял я тут на тему, а что я делал бы, если бы нужно было брать палатку, спальный мешок и все прочее. Ну, честно говоря, сейчас я не знаю, потому что нужно было бы значительно больше места с тобой. Ну, собственно, ладно, на сегодня я заканчиваю видео. В общем, я рассказал, чем я экипирую свой велик, какие сумочки пока что использую, какие хочу использовать, возможно, в будущем, да. И также я рассказал вкратце о своей экипировке, которой я наполняю все эти сумки. В следующей части вас ждет уже мое мини-маленькое путешествие. Ну, и, собственно, разговор. Расскажу о первых ощущениях своих. Вот, и если вам это интересно, обязательно подпишитесь на канал. Ну, а если вам понравился этот видосик, поставьте лайк. И, собственно, у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и до встречи в новых видеороликах. Пока-пока.